Постараюсь предоставить информацию в более доступном виде. В первую очередь это почему Кассандра? Это вопрос, на который в принципе весь доклад. То есть мы должны понимать, почему все-таки использовать Кассандру, а почему ее не использовать. Это тоже причина. Для этого нам нужно понять архитектуру и дизайн Кассандры. После этого мы сможем обсудить некоторые юз кейсы, что удобно для Кассандры, что неудобно для Кассандры. Небольшой итог. И если у кого-нибудь возникнут вопросы, мы сможем их обсудить в конце. Итак, почему же все-таки Кассандра? Этот вопрос интересует в принципе многих. Как разработчиков, PM-ов, клиентов и так далее до верхнего самого стека. В первую очередь это один из NoSQL решений. Одно из NoSQL решений. NoSQL и Big Data это сейчас горячая тема. Все любят NoSQL, это удобно, не нужно все данные, пихать все в одну реализационную модель. Все хотят, сейчас их настолько много, что все как будто уже под свой юз кейс начинают создавать свои решения. Это довольно популярно. Все они почти open source и это тоже их плюс. Второе, почему? Потому что Кассандра входит в десятку database engine по версии сайта dbj.com. Можно увидеть на этом графике, что все NoSQL решения, это Кридис, Кассандра и Монго, они двигаются вверх. В то время как такие Postgres, SQLite, что вообще здесь делать? Ну в общем, они все падают вниз. То есть я думаю, что не за горами то время, когда просто-напросто все NoSQL поднимутся и попадут уже в пятерку, по крайней мере, начнут вытеснять революционную модель. Третье, что нам важно знать, это бенчмарки. Всем интересно знать, насколько хорошо, что работает. На сайте endpoint, на ресурсе endpoint.com это сайт компании, которая занимается консалтингом. И это компания, к которой приходят клиенты, говорят, мы хотим вот такую вот систему, у нас есть вот такие требования, дайте нам, пожалуйста, архитектуру. Что, какие, использовать инструменты. И вот они проводят часто какие-то бенчмарки. Я их не стал добавлять в слайды, но я их скачал. Просто в слайдах это будет очень громоздко, поэтому... Просто это оказалось не так просто показать. Воу. Ну, в общем... Давайте я попробую сделать вот так. Здесь, в принципе, мало информации, поэтому я покажу, как есть. Просто дольше буду драть время на то, чтобы правильно его сделать на весь экран. Что вообще это за дога? То есть это дога, которые они померили бенчмарки для новостки решений, coachbase, cassandra, hbase и mongo. Было это в 2015 году, в апрель-май. Здесь они table of contents, они описывают, какую конфигурацию они использовали. То есть кроме того, что они мерили на однонодовую конфигурацию, они еще масштабировали все эти решения, то есть до какого-то определенного числа, до 32 нот, насколько я помню. Описывается конфигурация и, в принципе, ну, над чем проводились, в принципе, эти бенчмарки. То есть это mostly read, write, мерился throughput и latency, средняя latency. Что вообще из этой доки важно знать? Сейчас я покажу. Это графики. Все мы любим графики. Здесь cassandra, это синяя, coachbase оранжевая, кому не видно. Потом monge вообще фиолетовая и зеленая, это H-base. Все эти графики, это у нас пошел throughput. То есть они показывают, насколько хорошо держит cassandra throughput и другие ноутские разрешения. Здесь, в принципе, можем видеть, что она побеждает как бы все остальные. Причем при масштабировании throughput увеличивается. И это, кстати, очень хорошо, потому что нас интересует в первую очередь также масштабирование. Как система поддерживает масштабирование и как при этом увеличивается throughput и уменьшается latency. Здесь все цифры, графики. Здесь для разных workflow. Кому будет интересно, в принципе, скачайте просто или зайдите на сайт, доку почитайте. То есть очень полезно. Здесь вообще другие не видно. Дальше тут идет графики latency. Здесь, в принципе, Mongo побеждает. Это средние latency, замечу. Лучше бы, конечно, они персентиль показали. Ну, в общем, что вообще из этой доки я хотел показать? Что бетчмарки у Cassandra очень хорошие. И при масштабировании throughput на Cassandra растет, а latency уменьшается. Так, сильно не будем отвлекаться на это. Идем дальше. Информации много, времени не так много. Я хочу просто успеть все это показать. Кто уже использует Cassandra? Это слайд о компаниях, небольшие компании, которые, в принципе, уже успешно юзают Cassandra несколько лет. IBM, eBay, Netflix. Это такие мелкие ребёхи, которые, в принципе, очень хорошо создают комьюнити. У них есть очень много блогов по Cassandra, очень много тулов в опенсорсах. И это реально классно. То, что вам нужно, очень есть большая вероятность того, что это уже есть разработанная этим компанией. Это лишь частично пользователей, или их реально очень много. История Cassandra. Cassandra возникла в результате большой любви Amazon DynamoDB и Google Bigtable. Это известное наускел решение. Откуда в качестве хромосом в Cassandra пришли с Bigtable модель данных с Amazon DynamoDB пришла инфраструктура. Изначально она разработана компанией Facebook для Inbox Search. Сейчас они используют её для Instagram. Написано Cassandra на Java, что для нас очень хорошо, для Java комьюнити. В 2008-м была open source, в 2010-м Cassandra попал в топ-эвел Apache Project проект. На данный момент компания Datastax взяла Cassandra в свою разработку. То есть они добавили её в комьюнити Enterprise Editions. Они как бы взяли под крыло Cassandra и вперёд двигать её вместе с такими решениями, как Apache, Hadoop, Spark, Solar и так далее. То есть всё, что для Big Data нужно. Драйверы. Какие есть драйверы у Cassandra? В принципе, здесь почти только один драйвер, который наиболее популярный. Это, разумеется, Datastax Java Driver, потому что они предоставляют приватный саппорт. И это актуальный драйвер, который сейчас в разработке постоянно находится. То есть они его улучшают и улучшают. У него асинхронная архитектура, что в принципе понятно. Второй драйвер – это Stianax Netflix-овский, чисто их не драйвер. Он тоже open source, но у него нету никого саппорта, поэтому, используя его, можно как бы наткнуться на то, что вы хотите, вам просто не дадут. Либо надо самому что-то допиливать, а это неохота. Третий – это вообще непонятно, что за драйвер. В общем, пишешь на SQL, а он тебе под любую систему. Ну, такая летающая газонокосилка, в принципе, непонятно, для чего нужна. Четвертый – уже сдох. То есть это самый первый драйвер, Hector. Его разработчик, который изначально его разработал у себя прямо на GitHub, написал, что используйте Datastax Java Driver. Здесь, в принципе, просто. Один драйвер. Лучше всего его выбрать. Модель данных Cassandra. Модель данных состоит из трех основных компонентов. Это keyspace, самый верхний уровень. В реляционной модели можно понимать keyspace как схема. Это схема базы данных. Table, также известный как column family. И строка с данными непосредственно. Строка состоит из строкового ключа и колонок со значениями. Этих колонок может быть дюжинно. Реально очень много. Там лимит очень большой. При этом Cassandra является как бы гибридом key value и column-oriented storage подхода. То есть можно на самом деле все хранить в формате key value. То есть хранить в качестве ключа. Ну ключ, а значение это у нас может быть, например, какие-то агрегированные данные. Например, там в формате в каком-то JSON, XML или просто просто можно агрегировать это все и заполнять как key value. Можно использовать column-oriented подход. Что я забыл здесь сказать? Все колонки, вот это именно имена колонок Cassandra, они сортируются. То есть при создании этих и добавлении колонок, то есть они будут все в сортированном порядке в Cassandra. Я дальше расскажу, почему так происходит. Типы данных Cassandra, ну все типы данных имеют свое представление в Java. Разумеется, на Java написано. Это привычные нам типы данных, то есть bully, admin, string и так далее, инеты, timestampы и также типы коллекции. Листы, но все просто. Основной компонент инфраструктуры Cassandra это нода. Это jvm процесс, основная конфигурация, которая находится в Cassandra.yaml.file. Что для меня, например, что мне очень нравится, то, что Cassandra работает из коробки. Скачал, запустил, это работает. То есть на настройках по умолчанию все работает локально и обычно однонодовая конфигурация нужна локально. То есть для того, чтобы скачать, попробовать, запустить, сохранять, создать схему и так далее. Важно помнить, что при изменении настроек Cassandra.yaml.file ноду нужно рестартовать. Идем дальше. Как происходит запись в Cassandra на однонодовую конфигурацию? Рассмотрим, как одна нода работает. При поступлении запроса на запись к Cassandra в первую очередь Cassandra записывает этот пакет данных в commit.log.file на диске. Это последовательная запись на диск. Это не рандом.io. То есть это очень быстро. Тем более, если файл хранится на SSD. Что дальше происходит? Данные записываются в структуру в памяти mem.table, которая называется, и клиент получает успешный ответ о записи. Для чего данные пишутся в commit.log.file? Это как бы временный резерв данных. Почему? Потому что если, например, после того, как клиент получил успешный ответ, тут вдруг плановое отключение света в неплановое время вырубились, данные в памяти потерялись в mem.table в структуре. При этом если нода, если ее ноду поднять, она просто считает потерянные данные из commit.log.file и восстановит их в памяти. Это как временный бэкап. Опять-таки запись там последовательная, это очень быстро. Поэтому исходя из этого, то есть Cassandra требуется на запись минимальный вообще дисковый доступ и очень большой write-структ от этого. То есть фактически это одна запись последовательная в commit.log.file. Что происходит далее? Таблица в памяти заполняется, заполняется, вот она полная заполнилась и здесь в фоне вступает в игру Flasher Thread, который просто берет эти данные и сохраняет их в файл на диск. Файл называется sstable, сокращенно отсorted string table. Все данные сортированы. Они сортированы как в памяти в mtable, так они сортированы на диске. Опять-таки, это последовательная запись, это очень быстро. Эти файлы, они неизменяемы. Поэтому, когда каждый раз такой происходит Flash, создается новый файл. Он создается один, второй, третий, четвертый. Что-то надо с ними делать, надо как-то их, не знаю, собрать что ли. в игру вступает компакшн. Компакшн – это фактически просто взять более мелкие файлы и так как данные в sstable, они сортированы, применяется в MergeSort алгоритм. То есть MergeSort просто-напросто смерживает все данные в более большой файл. Что важно помнить, что файлы более мелкие не удаляются до тех пор, пока новый файл полностью не заполнен и компакшн не прошел. То есть в какой-то момент времени у вас на системе может понадобиться в два раза больше памяти на диске использования, потому что нужно создать новый файл, туда все записать и потом только удаляется старое. То есть вот такой спайк у памяти должен быть. Absurd. В Cassandra в связи с тем, что эти файлы они immutable, обновление, как сделать вообще обновление в Cassandra? То есть файлы неизменяемые, идет Absurd. Absurd это что значит? То есть если данных нет и ты пишешь эти данные, они создаются. Если данные есть и ты пишешь по этому ключу, например, данные, данные записываются тоже, но уже с более новой версией таймстемпа. То есть эта таймстемп-версия, она в Cassandra нужна как раз-таки для того, чтобы выбирать какие данные более актуальны. Поэтому обновления данных нет. Cassandra все время пишет, 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 потом просто сравнивают, сравнивают и все. И по таймстемп-версии, разумеется, там менее актуальные данные вскоре просто удалятся. Что еще знать? Важно то, что апдейт, если мы работаем через интерактивный shell с Cassandra, например, апдейт приведет к несуществующего ключа, приведет к тому, что данные создается просто-напросто, стаказ данных. то есть это может быть немножко законфьюзивно. Но это я через интерактивный shell на такие грабли наткался. Ну так она работает. Обновлений нет. Опять-таки, в силу того, что эти файлы, они неизменяемы, моментального удаления данных в Cassandra тоже нет. То есть как она их удаляет? Когда ты просто удаляешь данные, создается тампстон. Он просто-напросто, Cassandra от нас просто скрывает данные. То есть этот тампстон имеет свою версию таймстэмпа. То же самое приводит TTL, это time to life. Cassandra поддерживает time to life механизм. То есть можно указать значение просто-напросто время жизни. Например, три дня. Через три дня данные, для этих данных создается тампстон. Тоже. Данные от нас скрываются. Данные, которые вот этими тампстонами, плитами закрыты, они удаляются во время компакшена. То есть когда происходит компакшен, данные, которые закрыты, удаляются. Сами топстоны не удаляются во время компакшена. У них есть свое время жизни. Оно определено пропорцией GC Grace Seconds в Cassandra Ябл файле. По умолчанию это 10 дней. Также у тампстонов есть лимит. То есть по умолчанию там 100 тысяч, по-моему, его можно там скеллить, миллион, два, три, сколько там, года, наверное. Что важно с тампстонами, то есть не нужно делать так, чтобы их было очень много. То есть возможно там GC Grace Seconds ставить меньше. Лимит увеличивать. Нужно подписываться по то, что если этих тампстонов будет очень-очень много, то компакшен будет очень-очень долгий. Потому что во время компакшена эти тампстоны, по-моему, в памяти выгребаются. То есть и там это все обработка. Им уж надо как-то понять, какие данные удалить, а какие нет. Так вот у нас, например, на практике был случай, когда там соми было очень много, и компакшен длился около трех дней, что вообще не круто. Потом его, по-моему, даже вырубили и не стали ждать окончания. Так, как данные читаются из Кассандры? Для того, чтобы сагрегировать результат чтения из Кассандры, необходимы, в принципе, такие структуры, компоненты Кассандры. То есть это memtable, мы оттуда в первую очередь просим данные, есть ли там это самое свежее будет. Потом у нас также по этому ключу данные могут храниться чуть ли не во всех sstable файлах, например. На самом деле это не во всех. Это редко бывает, конечно, но бывает кое-что и во всех. Для того, чтобы определять, в каком именно sstable файле находятся данные, в Кассандре есть вероятностная структура bloom filter. Bloom filter, он false positive. Что он фактически делает, ты у него спрашиваешь, а в этом sstable файле 5 есть данные по этому ключу? Он говорит возможно. Он false positive. То есть на самом деле можно сказать, да, возможно, на самом деле данных там нет в этом sstable. Мы просто почитаем файл, его там нет. Но если bloom filter говорит нет, то данных там нет. Это стопудово. То есть на false positive только. Поэтому bloom filter опрашивается, например, он говорит, что в sstable 5 там 6 есть там данные по этому ключу. Мы идем просто-напросто берем эти данные. Есть они там, нет, неважно. Просто берем, смерживаем их, например, если данные есть в mtable и возвращаем клиенту. Что значит bloom filter в принципе в этом плане? Например, у нас будет лучший кейс, если мы считываем какие-то данные, мы говорим bloom filter, а есть он в этих файлах? И он скажет, что нет, 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 нет. Это значит, что во время чтения мы даже на диск не обратимся. То есть это очень хорошо, потому что это очень быстро. То есть в худшем случае мы будем перебирать все файлы. То есть это такой случай может быть, но это редко. Особенность Cassandra именно архитектуры это peer-to-peer. Расширяемся до кластера. У нас каждая нода в кластере между собой, они все равны. То есть каждая нода представляет собой единицу. Они все равны, они там как барышни сидят шуршукаются постоянно, короче, друг о друге причем рассказывают, как там дистанция друг до друга, как у них вообще состояние. То есть это происходит ежесекундно. То есть там кипит такая жизнь, бурлит и он сам себе живет. Так. Разумеется, данные распределяются по кластеру. То есть каждая партиция данных, она распределяется на весь кластер. Для того, чтобы понять, как распределяется, нужно понять вообще, почему распределяется, по какому признаку. Для этого строковой ключ, который также праймарики, имеет несколько частей. Вот, например, в первом случае это country, это единоколочный single column ключ. И он выделен оранжем, это распределенный ключ. Ключ, по которому данные распределяются по кластеру. во втором случае это композитный ключ, и первая часть его это распределенный ключ. В третьем случае это композитный ключ, у которого распределенный ключ тоже композитный. я расскажу, что как по ключу распределяются хэш-значения, то есть вот этого распределенного ключа, который выделен оранжевым, высчитывается хэш-значения. На весь кластер выделяется определенный диапазон хэш-значений на весь кластер. Это, по-моему, minlong, maxlong. Если у нас, например, есть четыре нода кластер, то этот диапазон просто разделяется между четырьмя нодами, и каждая отвечает за определенный диапазон хэш-значений. В таком случае просто для вот этого вот ключа, например, для кантри вычитывается хэш-значения и под определенный диапазон, под который она попадает туда, данные на эту ноду и попадают. То есть ясно? Кому не ясно, может вопросы сразу дают. А если мы ищем некую праймер ключи в первой рейтинге? Мы не можем искать в касанде кроме праймерики и вторичного индекса. То есть это особенность касания то, queried можно только по ключу в принципе. И там вторичный индекс, но там они чуть позже. Вы на вопрос. Вначале было непонятно, вы говорите, что запись последовательная в файлы идет. Да. А если много просто несколько потоков будет запрос на запись, то что получается? Блокирующие гаранции запись я не знаю, а зачем блокирующие, если запись в принципе последовательная? То есть получается прилетел один запрос, записался второй запрос. параллель два одновременно прилетают. Половина того напишется половину того. Или один подождет окончание другого. Или они когда из них перемешку перемешку перемешку. Возможно. Я, честно говоря, нет, это не флаж, это запись commit lock. Я подумал, просто не могу вспомнить точно. Так, разумеется, если у нас есть кластер и здесь всего лишь одна копия данных на каждой ноде, то мы рискуем просто-напросто потерять эти данные. Если вдруг нода упадет, например, там нода A выходит из строя, данные потеряны, мы не можем до них достучаться больше. Для этого нужна репликация. Просто-напросто создание большего количества копий на кластере. Например, как здесь replication factor, который в Cassandra указывает на количество копий в кластере. Здесь это три. То есть у нас получается три копии данных на весь кластер. Там нода D, которая фактически там, они все между собой равны на самом деле. То есть и как данные D на ноде A и на ноде C, то есть это все данные реплики между собой равны. Если вдруг запрос, например, прилетает на ноду A, она смотрит, у нее есть реплика этих данных, она возвращает, если по, ну ключ для D запрашивался. Consistency level. Что важно в Cassandra и в consistency? Первое, это то, что она настраиваемая. Настраивать мы можем consistency с помощью consistency level. Настраивается это на уровне даже запроса. То есть что это значит? Я, например, делаю запрос по ключу к Cassandra и говорю, дай мне данные только с одной реплики. И как бы я подписываюсь по тем, что данные могут быть на самом деле неактуальны, потому что реплики нужно еще синхронизировать между собой постоянно. Если вдруг где-то синхронизация потерялась, то есть я могу считать неактуальные данные. Или же наоборот я могу сказать, дай мне данные, вот только считай их со всех реплик, типа смертших, чтобы они были актуальны, и вот тогда я по-любому получу актуальные данные. От этого есть в Cassandra два режима. Это strong consistency и weak consistency или virtual consistency, как говорят. Что нужно для этого? Для этого нужно, чтобы выполнилось условие. Это consistency level на read плюс consistency level на write должен быть больше, чем количество реплик. то есть если реплик 3, то должно быть 2 плюс 2, например. Или же там 3 плюс 1. Покажу на картинках, что происходит здесь. Здесь клиент посылает запрос на ноду E. Ну она там ближайшая была, например. Нода E не является владельцем запрашиваемых данных. То есть в данном случае запрашиваемые данные находятся на ноде A, B и C. Нода E, так как она не является владельцем, она знает, где эти данные хранятся на самом деле, где эти реплики. Она выступает в качестве координатора. Это просто логическая роль. Туни мастер просто-напросто перенаправляет запросы на другие ноды и собирает результат для клиента. Запрашиваемые на запись данные имеют consistency level 2 запрос. То есть что это значит? Нода E рассылает запрос всем трем репликам, но дожидается успешного ответа хотя бы от двух. В данном случае это нода B и C. То есть как только успешная запись прошла в ноду B и C, нода E возвращает ответ об успешном выполнении записи. Записались ли данные на ноду A? Ну неизвестно реально. Может она вообще недоступна. Хрен я знает. То есть мы не знаем этого. Что происходит дальше? Мы эти данные предчитаем. Опять-таки мы читаем ее с consistency level 2. Та же ситуация. То есть A, B, C это реплики, нода E координатор. Мы читаем эти данные и получается так как у нас 2 плюс 2 больше чем количество реплик 3. То есть у нас strong consistency. Даже если мы считаем данные с ноды A, у которой неизвестно актуально ли состояние данных, то есть мы все равно считываем данные также с одной из двух, у которых данные актуальны. Данные с ноды C в данном случае и с A они мерзутся между собой. Даже если у ноды A неактуальные данные, то клиент получит актуальные из ноды C. Это понятно? Идем дальше. Слабая консистентность. В тот же случай запись идет 2 ноды, то есть неизвестно записалась ли в A, но теперь мы читаем эти данные уже не с двумя consistency level а с одним. Что это значит? Мы, например, попадаем таким образом, ну там нода A, она там ближайшая, мы на нее попадаем на чтение, а она на самом деле не гарантирует того, что у нее данные консистентны. Таким образом мы попадаем в ту именно ситуацию, когда мы получим возможно неактуальные данные. Опять-таки это возможно, потому что если на ноду A успешно прошла там запись вот здесь, то есть таким образом там тоже будут актуальные данные. Но есть такая ситуация, что мы можем рваться на консистентность. Итак, какова цена в принципе итог вообще этой консистентности? То есть когда мы в Кассандре настраиваем консистентность, мы фактически решаем, что для нас важно, консистентность данных или все же лейтенции. Потому что когда мы делаем strong консистентси, разумеется, нужно ждать больше ответов, это всегда лейтенции. Увеличивается задержка. Когда мы делаем слабую консистентность, то есть у нас лейтенции очень маленькая. То есть например, если вы знаете, что ваши данные на кластер пишутся там раз в сутки ночью, а читаются целый день например, ну тогда можно читать всегда с одним просто-напросто, писать all. То есть это как вот делать strong консистентси, можно делать кворум, кворум, можно там один all или all один, то есть как уже угодно. В принципе это вы решаете в зависимости от требований. какие требования, если данные должны быть консистентси, если лейтенции и так далее. какие есть способы и механизмы борьбы у Кассандры с консистентностью. Первое это hinted head-off. Например, мы записываем данные в тот же случай, чтобы не путались, ABC нода это реплики данных, которые пытаются записать клиент. То есть нода E-координатор отправляется запрос на запись consistency level 1, то есть достаточно, чтобы она записала. Клиент получает успешный ответ. Но так получилось нода B она лежит. что делает нода E-координатор. То есть запрос уже клиент получил о том, что успешно выполнился. Но он знает, но нода E теперь получается не знает, что делать с этими данными. Она сохраняет у себя локальный hint у себя локально о том, что нода B осталась без определенных данных. И вот когда она типа снова оживет, нужно ей эти данные отдать, пускай она их получит, чтобы были данные консистентны. там стоит шедулер, который по умолчанию каждые 10 минут эти данные просто проверяет, там хранится по IPшнику какие-то там пакет на mutable пакет. Разумеется, он проверяет, что типа ага, нода ожила, отослала, данные восстановили, все хорошо. По умолчанию этот hinted head включен, но его можно выключать. Не знаю, зачем выключать можно, но можно. Ну что, если нода E упадет прежде, чем нода B снова вернется в строй? То есть такой случай может быть вполне, то есть мы получаем single point для этого фейлера, для вот этого именно хитит хитов. То есть если нода E легла, данные на B не будут познаны. То есть потом они скорее всего в данном случае нода B синхронизируется с A и C, потому что там где-то read repair пройдет, но суть в том, что так может произойти. Хитит хитов мне в принципе как бы напоминает, что если я например лег спать, ко мне приходит друг, который должен мне 100 долларов, открывает жена, друг отдает 100 долларов жене и говорит и когда он проснется ты ему передай. Ну в общем рассчитывать не стоит реально, если гарантии никаких, что вы получите эти 100 долларов. Идем дальше. Read repair это второй механизм для обеспечения консистентности данных в кассанре. Read repair это работает он как? Клиент посылает запрос на read с consistency level to. Опять-таки та же ситуация. ABC это данные нашей реплики. Node E координатор отправляет запросы на ноду A и на ноду C для получения этих данных. ответ возвращается пользователю в фоне нода E отправляет в ноду B он там на самом деле хэш значение хэш для всего значения вообще которое запрашивалось для того, чтобы проверить актуальны ли данные на ноде B. Если данные не актуальны, там происходит сравнение, то есть нода E делает еще один read repair request. То есть фактически после того, как прошло чтение и работает read repair, данные на всех репликах синхронизируются. То есть мы можем, если у нас слабая консистентность попасть в то, что мы, например, прочитали, получили что-то неконсистентное, но если мы повторим чтение, то скорее всего мы попадем в том, что все данные будут актуальны на всех нодах. Как только read repair этот работает. Он тоже отключается и по умолчанию он, по-моему, отключен. То есть нужно просто проследить, я не понимаю, там в зависимости от версии. Может быть включен, выключен. Кэш. Какой в Cassandra кэш? Есть два типа кэша. Raw кэш и partition key кэш. Raw кэш это обычный кэш, то есть данные просто-напросто выгребаются. Все данные, строка с данными, она выгребается просто в память Cassandra. Что важно знать, это not twice rule. То есть когда происходит запись этих запись данных по этому ключу, Cassandra записывает данные и инвалидирует эти данные по этому ключу в кэше. Что второе знать, это off-hip. То, что raw кэш хранится в off-hip. То есть его надо постоянно дистриализировать в off-hip и так далее. Неправильное использование этого кэша, насколько мне известно, на практике мы его пытались просто померить, а это все приводит к тому, что там страдает хип, gc пауза и так далее, очень трудно этот кэш подобрать конфигурацию под этот кэш, потому что когда начинаются эти on-hip, off-hip, дистриализаторы и так далее, передвижение инвалидируется, снова добавляется. Тут еще компакшен влез, gc пошли, ну то есть и все. И тут просто может от фаз луны зависит, как у вас будет работать нода. Поэтому он по умолчанию выключен, что в принципе разумно. Мы на практике реально не стали его использовать, потому что с ним реально можно оторвать много проблем. Лучше всего сделать кэш, это в принципе горячие данные, а кассандра это теплые данные, поэтому кэш более разумно делать еще до кассандры, например, на каком-то DAO уровне, то есть чтобы не было вообще сетевых запросов. В таком случае это будет, наверное, лучше. Что такое partition key cache? Это кэш, который хранит в принципе места расположения данных на диске по ключу определенному. То есть у нас есть ключ, мы этот кэш опрашиваем, он говорит, где данные хранятся на диске. Он уменьшает в принципе sig times при чтении из диска определенных данных. По умолчанию он включен и он довольно полезен. Хранится он тоже в Офхипе. Насколько я помню, да, в Офхипе. Это в принципе как, не знаю, спросить, где мои носки желтые. Во втором ящике. Отлично. То есть это все. Не надо балкон перерывать. Можно подробнее, что такое Офхип в данном случае то есть мне кажется проще уже читать данные с дисков, со стейбл файлами. То есть это возможно даже будет быстрее, ну не быстрее, но не так уж сильно заметно по сравнению с Офхипом. Потому что там тоже нужно данные считать, диссерилизовать, фонхип и так далее. То есть это приводит к тому, что можно набраться проблем. Partition key cache. Понятно, что это такое? То есть по ключу место расположения на диске. очень быстро находится. SQL. Cassandra Query Language. По синтаксису это тот же SQL. В принципе все операторы, кто create, update, read, delete, blah, 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 grant, привод и так далее. То есть там синтаксис очень похож. Что можно делать? Можно кверить Cassandra по ключу. То есть есть ключ, ты просто по ключу выбираешь какие-то данные из Cassandra. То есть она, разумеется, этот Cassandra Query Language он урезан. Урезан он до того, что нету join'ов, нету subquery, нету там агрегирующих функций, там groupby типа такого. Есть у Cassandra свои какие-то функции, типа там write-time, например, взять у какого-то значения timestamp и там всякие конвертирующие функции. В принципе он довольно простой, когда с ним сталкиваешься. То есть скачал Cassandra, поставил, то есть запустил SQLSH, интерактивный shell и сразу пошел создавать схемы, таблицы, keyspaces. Довольно просто, реально, ничего сложного там нет. Вторичный индекс. Cassandra поддерживает вторичный индекс. Это значит, что можно кверить по какой-нибудь другой колонке, а не по ключу. Например, у нас есть случай, когда у нас есть таблица пользователей, там есть пользователь ID в качестве ключа, но у нас есть случай, что нужно кверить по группе пользователей. То есть я хочу получить всех пользователей по определенной группе. Такое есть требование. Мы создаем на эту колонку индекс, это вторичный индекс, кверим, что происходит. Cassandra фактически выгребает данные со всех нод. Почему это происходит? Потому что данные распределяются по всему кластеру, по ключу user ID, а не по группе ID в данном случае, потому что индекс это не распределенный ключ. По user ID распределяется, поэтому получается на каждой этой партиции данных могут находиться определенная группа. И для того, чтобы собрать все данные, нужно закверить все ноды полностью и там отфильтровать данные по этой колонке. Это реально не круто, то есть это очень долго и использовать это не во благо себе точно. Какой может быть другой случай? Например, у нас есть данные, которые владельцы машин, у нас есть в качестве ключа у нас есть группа и order. То есть композитный ключ. Группа это мажоры и миноры, пусть не важно сколько этих групп, владельцы и модели. Там еще много может быть данных, но суть в том, что у нас требование такое. Я хочу дай мне данные по группе например мажоры и по модели Ferrari. Я хочу получить всех владельцев. мы создаем индекс для модели колонки и выгребаем данные по ключу групп и по модели. Что происходит в таком случае? В таком случае это всего лишь одна нода. То есть запрос прилетает всего лишь на одну ноду. В данном случае мы сразу попали на ту ноду, которая хранит данные. Это очень быстрый запрос. Почему так? Потому что кверим мы по ключу. Когда мы кверим по ключу вычитываем для него хэш разумеется идет на ту ноду, на которой данные хранятся. Потом уже мы их фильтруем по вторичному индексу. Вот что по вторичным индексам как бы важно. То есть нужно их еще правильно использовать. Потому что обход по всем нодам это очень дорого. Вообще наиболее частый кейс это в Cassandra кверит по первичному ключу. Мы вторичные ключи не используем. Так association table mapping. То есть в принципе если у нас есть мы берем группу и мы можем кверить по группе только. То есть это первое. Это именно ключ распределения. То есть мы по нему кверим. Мы говорим, что группа такая, он уже знает фу, короче на ту ноду прилетел, которая хранит например мажора. Так времени так много. Association table. Что это в принципе этот паттерн можно использовать если вдруг у нас есть кейс, когда у нас есть user id мы кверим данные, а также у нас есть email. Это вторая колонка, где данные уникальны. То есть нам нужно кверить по email. В таком случае мы просто создаем какой-нибудь association table. То есть Cassandra. Мы просто создаем уже в качестве ключа используем email. В принципе это удобно, мы это используем. Можно также замапить именно email на user id в другой таблице и просто двумя запросами в Cassandra выгребать. Если не хочешь полностью дублицировать данные, потому что данных может быть много, это объем, зачем два раза использовать диск. Так error handed в Cassandra довольно простой. Здесь есть три основных это nohost evaluable и read write timeout exception. Я видел сколько? Десять? Пять. Так что такое nohost evaluable? Это когда клиент просто не приконнектился к кластеру. Что такое unavailable exception? Это значит, что когда клиент запросил consistency level больше, чем доступно. Например, в данном случае запрошено было all и так как одна реплика из трех мертва, Cassandra выкрасывает unavailable exception. То есть не хватает реплик. Там message так и написано not enough replic blah blah blah. Что такое retry timeout exception? Это когда уже посыланы на определенные реплики запросы, но выпал запрос по timeout. У него сетевые какие-то задержки, либо же нода просто не отвечает и так далее. Что важно знать, когда мы делаем запись в Cassandra если у нас отвалится write amount exception, мы не знаем записались ли данные. Даже Cassandra об этом просто не знает. Например, записались ли данные на реплику 2 в данном случае. Неизвестно. то есть это нужно знать. Откатов в Cassandra нет. Данные пишутся и все. И мы не можем в этом случае, то есть для этого определенные ретри политики можно устанавливать и так далее. То есть почти все операции в Cassandra они депотентные. То есть это довольно удобно. Кроме добавления в коллекцию каунтеров. То есть можно просто еще раз приспособить. Ну и фикс не ответил write mro еще раз. Пока не запишут. Use нужно правильно ее употреблять. То есть это довольно мощная система. То есть она легко масштабируется. Она держит очень большие данные. Это именно инструмент для big data. У нее очень хороший срок вот реально высокий срок вот особенно на записи. Я думаю вы поняли почему. Потому что только в commit log. Но нужно правильно ее употреблять. То есть есть недостатки для нее, при которых она не сможет что-либо сделать проду-каталог и плейлисты. То есть это хороший юзкейс на этом реально можно ездить. То есть проду-каталог мы употребляем многие компании употребляют плейлисты это Netflix и типичные примеры. То есть очень много компаний используют это как проду-каталог. Она отлично хранит данные. Она отлично они в отсортированном порядке. Очень хороший скан по касанию. То есть дай мне ключи от сотого до двухсотого вообще нефиг делать. То есть это реально очень быстро работает. На бенчмарках там тоже есть такой кейс, когда нужно было сканировать. Финансы. Ну на финансах реально с Кассандрой не уедешь. То есть потому что транзакций нет, осида просто нет. Никаких роллбэков. Это очень невыгодный кейс для Кассандры. Ивент логирования и таймсерия с дата. Для Кассандры это реально круто. Круто во-первых данные отсортированы. Можно сканировать например снятие данных с датчиков температуры. Писать ежесекундно например в Кассандру она пишет отлично. Записать эти данные а потом запросы например дай мне данные за последние 10 секунд. Дай мне данные за последний час, день и так далее. Накрутить то же самое для ивент логирования. Можно накрутить туда еще аналитик типа спарка. Это все подвергнуть анализу и показывать графиками и так далее и так далее. То есть очень хороший ньюскейс это ивент логирования и таймсерия с датой. Она отлично пишет очень быстро и потом сканируется тоже вообще отлично. Дистрибьютед кэш для Кассандры это как по мне ну как бы можно но не всегда. Суть в том что мы например используем в одном кейсе ее как дистрибьютед кэш в принципе потому что нас устраивает там SLA и так далее и нас устраивает механизм TTL который мы указываем просто время жизни этих объектов. Но фактически Кассандра это теплые данные то есть а кэш это уже более горячие данные туда. Поэтому очень трудно это настроить. Если делать raw кэш Кассандре опять-таки там может быть много проблем. Социальная сеть для Кассандры это реально круто. Круто потому что потому что инстаграм потому что фейсбук потому что и твиттер использовал не знаю как сейчас ну вроде использовал одноклассники у них есть даже доклады по Кассандре они там впилили очень много в эту Кассандру реально всем нравится Кассандра в качестве использования базы даток для социальных сетей. Почему? Потому что она легко масштабируется. У вас миллион пользователей у вас 20 нот это держит у вас добавилось 5 миллионов пользователей ну еще 50 нот добавили да и фиг с ним. Масштабируется Кассандра на лету. Реально не нужно опускать весь кластер чтобы поднять там добавить пару нот короче. То есть просто добавляется нот на лету. И напоследок про юз кейсы использовать силу нужно корректно. То есть Кассандра реально очень мощная штука. Но если вы попадете в то случай когда вы типа вау Кассандра сейчас я ее тут приключу долюблю вообще отлично блин она это не делает это вообще не способна на это и так далее и так далее ну разочароваться просто в продукте и потом рассказывать всем о том что типа это отстой. То есть это худший случай просто. Прежде чем ее использовать все-таки нужно подумать а подходит ли она реально. Подытожим все это. Кассандра это open-sourced она написана на Java она легко масштабируется реально на лету у нее благодаря тому что peer-to-peer архитектура и replication у нас нет no single point of failure то есть это высокодоступная в первую очередь система. У нее настраиваемая консистентность у нее хорошая модель это мотивация небольшой слайд о мотивации Apple использует кассандру eBay использует Netflix использует у них там мощности просто бешеные я не знаю куда можно такие вообще мощности лепить то есть для чего но они это используют миллионы операций в секунду бетабайты данных у Apple самый большой кластер насколько я знаю кассандровский это тысячу плюс нот то есть это очень большие мощности я не знаю какие они там держат срукуты де-факто мотивейшн Macy's есть магазин Macy's.com в штатах всего 4 ноты кассандра это размещение e-commerce Black Friday все знают что такое Black Friday в e-commerce да так вот Macy's в 2014 году выдержал 99,9% доступности а это в принципе то что нужно нашим клиентам то есть наши клиенты любят чтобы люди пришли и купили и не важно что мне все равно какие у вас там консистентность решения концепции да пофиг там пришел купил все вместе с Apple Macy's выдержал 99% Amazon да 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 конечно ты прав потому что use case правильно определенный use case да он используется для каталога разумеется сейчас как ты сказал сейчас очень практикуется полиглотизм для database потому что для этого use case хорошо кассандра нужна иерархия монго нужны транзакции MySQL Oracle то есть решений уже много этих ноутске можно использовать там надо кэш не знаю это реально то есть удобно тем вот именно само стрим вот этот мейнстрим новый SQL он этим и хорош вопросы я думаю что у нас не так много времени ты первый он первый был играли с настройками bloom filter там насколько я помню вероятность задается 95 по умолчанию процентов правильно на ответ что есть уменьшали или увеличивали как-то влияло нет я знаю то что bloom filter можно это причем он может занимать сильно много в памяти например одноклассники здесь есть представители не будут соврать о том что они вообще запилили этот но фильтр про себя то есть они типа думают блин для нас это не выгодно они ее свой написали да и все а вот этими вероятностями мы в принципе не игрались достаточно пока если бы какие-то были проблемы может быть еще вопросы время есть вы сказали что например 4 ноды 4 ноды это означает что там хранятся разные данные по primary key а на каждой ноде еще по 2 реплики к примеру да replication factor 3 по-моему то есть обычно по 2 по 3 реплики ну обычно общий use case это 3 то есть меньше трех это ты уже рискуешь то что у тебя 2 ноды упадет и все например 2 поставить реплики то есть 2 ноды упало 2 ноды работает но ты уже не работаешь поэтому при 3 replication разумеется чем больше реплик тем больше проблем с синхронизацией то есть нужно следить за консистенцией постоянно еще один вы говорили что имена колонок сортируются а зачем скажете в конце это то что я говорил то что в кассандре все хранится фактически там хранится все в памяти это sorted map sorted map в которой ключ это raw key а в качестве значения это еще одна sorted map в которой ключи там идут вот именно именно колонок то есть она хранит все в сортированном виде для того чтобы делать последовательную запись на диск как бы таким образом ускоряя это все дело вопрос по синхронизации в реплике ты сказал там синхронизируется нод read repair а есть какая-нибудь фоновая синхронизация ну типа в монго записала там мастер потом воплоха но скинула данные там как-то они записываются уже на репликах а как здесь данные отправляются на реплики я понял вопрос суть в том что кассандра при записи например ты попадаешь на ноду она даже там координатором например выступает у тебя есть три реплики она отправляет три запроса то есть это три запроса то есть если данные записались они все синхронизированы если они не записались тогда уже там работает либо hinted headoff если consistency level устраивает клиента либо если ты сказал например old он скажет тебе анны variable exception то есть ей не нужно там как-то механизм типа синхронизировать постоянно пишется на все читается не со всех консистенции level настраивается при старте или ноды или перреквест это перреквест еще один последний вопрос наверное его не будет нет с edgebase не сравнивали точно могу сказать то есть хотя бы даже по бичмаркам я могу сказать что edgebase там очень сильно наступает там насколько я помню там при масштабировании edgebase не очень хорошо себя чувствует кассандра очень легко масштабируется это очень классно то есть при масштабировании если тебе не хватает там струкбут или просто начинает класты подгибать на колени то есть просто добавляешь в два раза больше и все количество соединений нет когда они между собой общаются там алгоритм по-моему такой что отправляется типа одна нода отправляет данные на 3 ноды в классе то есть там получается вот такие вот сетки короче паутины то есть они на три ноды и плюс они о по-моему 3 своих соседях или что-то типа такого ну то есть там такие не получается что они одна общаются со всеми то есть там сплетни сплетни вот они постоянно сплетничают друг по другим такого плана. Я вижу, когда идет красное начтение, они проявляются недостаточно большим бактерием, или увеличение latency? Нет. Ну то есть это можно понять по бичмаркам, что действительно при добавлении нот, там latency наоборот уменьшается. То есть throughput растет, latency уменьшается. То есть ну такого, чтобы сетевой latency, но это разве что есть и проблемы с сетью. Тема вкусная. Вопросов много. Ну в общем, если у кого-нибудь будут вопросы, ребят, я в принципе сейчас буду, наверное, находиться возле стоки Grid Dynamics, там в холле. Можете подойти туда. Я могу ответить на какие-то, если смогу, то отвечу, разумеется. Небольшие входные точки по Cassandra это, во-первых, Cassandra Planet есть, во-вторых, Dada Saks документация, и в-третьих, это Cassandra Summit. Вот он идет как раз в сентябре, недавно прошел, 2015 год. Это очень большое масштабное мероприятие, потому что там такие компании, как вот eBay, Apple, Netflix, они рассказывают, как они используют. И потому что я смотрел, то есть у всех очень хороший положительный отзыв. Используйте, это легко. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...